Дорогие друзья, всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем аглавном. Это видео я собиралась снимать, вот мне кажется, не меньше года, и все что-то никак. В итоге я себя заставила, таки села в ночи, это у нас сегодня с вами ночные бдения, и таки записала. Составила список пунктов, вопросов, так что если хотите, то можете поучаствовать в теге, им отвечайте в комментариях на эти же вопросы, или снимайте свои видео, если у вас есть свой канал. Поговорим мы сегодня о моей парфюмерной политике. В моем государстве правила создаю я, я сегодня вам расскажу, по каким законам я существую, что касается моей парфюмерной жизни. Но поскольку кто-то из зрителей новенький, вы еще меня не очень хорошо знаете, кто-то уже забыл, а кто-то, кто давно со мной, в общем-то, наверное, будет не против, если мы еще на эту тему поболтаем. Давайте, не отступая, потому что у меня тут много вопросов, по-моему, почти 20, начнем, начну я вам рассказывать про то, как существует мое личное парфюмерное государство, можно сказать, империя имени меня. Итак, начнем с самого такого банального, но не столь банального, как кажется, функция аромата. Здесь, мне кажется, все скажут одно и то же, но этот вопрос, в чем, зачем вообще носить аромат, мне кажется, его ценность в том, что его надо периодически спрашивать, и себя, и остальных. Конечно же, парфюмы исторически были очень функциональны, они были сделаны для того, чтобы скрыть запахи неприятные от тела, от болезни, и, в общем-то, хоть как-то украсить весь достаточно суровую жизнь средневековья, и даже там задолго до того. Запахи служили тем, чтобы создать некое более позитивное настроение, ну и, в частности, для соблазнения тоже. Сами по себе запахи, как мы теперь знаем, не имеют никакой эрогенной силы, но, тем не менее, если сравним, да, там, запах неприятный, запах разлагающийся или потного тела, и запах какого-нибудь цитруса или розового масла, оно все как-то приятнее настраивает на более дружелюбный лад. Поэтому свою историческую функциональность парфюмы, в принципе, не потеряли. Я думаю, что никто в этом не сознается, но есть люди, которые пользуются парфюмами для того, чтобы освежиться, вместо того, чтобы сходить в душ. Я, опять же, не буду никого учить, я думаю, все понимаете, я считаю, что лучше сходить в душ и не нанести аромат, чем не сходить в душ и нанести аромат. Поэтому для меня парфюмы не являются чем-то, чтобы освежиться. Я не использую парфюмы также для соблазнения или каких-то там влияния на других людей. Для меня парфюмы это очень личное, очень личное мое восприятие, мое, возможно, настроение, какое-то состояние. Тем не менее, я принимаю в расчет окружающих людей, но об этом мы поговорим чуть позже. То есть для меня парфюм это не часть гиены, для меня парфюм это не часть моей рутины. То есть я не отношусь к тем, к тому виду женщин, у которых есть, знаете, вот там скрипт, там типа я на улицу не выхожу без раз-два-три, там, не знаю, тушь, блеск для губ, пудра и какой-то аромат. То есть есть люди, которые очень утилитарно к этому относятся, это и не часть гиены, то есть они не отбивают неприятные запахи парфюмом. Но при этом у них нет какого-то персонального отношения с парфюмом, они просто считают, что это как часть социальной конвенции, потому что типа так надо, так надо, чтобы быть ухоженной женщиной, чтобы относить себя к некой группе людей, к некому более высшему классу людей, если хотите. Вот у меня нет ни первого, ни второго. Для меня это очень личное и это, в общем-то, развлечение. То есть для меня парфюм это люкс, это некое баловство, излишество. Несмотря на то, что я его очень люблю, я не считаю это чем-то неотъемлемым или без чего я не смогла бы жить. Без питьевой воды я вот не смогла бы жить, и, честно говоря, без душа было бы тяжеловато. А без парфюма я бы жить на самом деле смогла. Парадокс, для парфюманияка такой дать ответ, но это правда. Второй пункт. Куда я и как наношу ароматы? Вы знаете, в этом плане, как и с макияжем, как очень многими видами, вообще всеми видами искусства и самовыражения, есть очень малое количество объективных правил, и все остальное это в основном просто ваша личная интерпретация, вам нужно просто делать как вам удобно. То есть можно краситься хоть пальцем задней ноги, главное, чтобы результат ваш устраивал. Однако есть некие такие полезные что ли хаки, да, то есть в каждом виде самовыражения. То же самое касается и парфюмерии, на мой взгляд. Я не люблю, когда догматично привносятся какие-то, можно сказать, случайные. Кто-то сказал, а теперь вот только так носить и больше никак, допустим, только на какие-то пульсовые точки. Или вот это смехотворное, нельзя растирать парфюм, вы разотрете формулу и так далее, и тому подобное. Но это все, конечно, ерунда. Наносить, если вы не в курсе, можно куда угодно, как угодно, главное, чтобы вам нравился результат. Кто-то под коленки наносит, кто-то на стопы, кто-то на волосы, кто как. Я лично наношу чаще всего, если это очень нюдовый аромат, который близко сидит к телу, то я его наношу на уровень шеи и иногда на волосы. И всегда я парфюм обязательно наношу на кисти рук. Обычно на внешние кисти рук, но иногда на толовую сторону тоже. Это мое самое любимое место наношения парфюма любого, вне зависимости от его стойкости, потому что оно позволяет мне контролировать, насколько сильно я ощущаю аромат. Плюс там, в принципе, если кого-то из вас интересует шлейф, и не стойкость как таковая, а вообще вот как бы диффузорность аромата в пространстве, именно на руках он становится более диффузорным, когда вы движете руками, да, возникает такая легкая-легкая волна некоего приятного аромата. Ну, в общем-то, и все. Все остальное, на мой взгляд, как бы не нужно усложнять. Жизнь и так полна каких-то совершенно дурацких условностей. На мой взгляд, не стоит делать ее еще сложнее без всякой на то функции. Стойкость. Третий пункт. На мой взгляд, стойкость не должна быть меньше, чем 20 минут. Вот это вот грань, ниже которой мне бы не хотелось переходить, потому что тогда, ну, как-то теряется, что ли, весь смысл. Тогда уже ты даже сам не успеваешь получить особое удовольствие от аромата. С исключением, разве что, может быть, какие-то рум-спреи могут быть, да, когда ты распшикал, прошел, понюхал, пошел в другую комнату, забыл о том, чем там пахло. Может быть, в этом плане. Но в плане личного парфюма для меня стойкость должна быть акварельно-средняя. Я небольшой фанат гиперстойких ароматов, потому что это значит, что если вы надушились сначала, там, если аромат на вас будет слышаться 8 часов, это значит, что первые 4 часа с вами невозможно находиться в одной комнате. По-другому не бывает. То есть, если вы многообшишница и любите очень стойкий аромат, это значит, что первые 4 часа от вас просто воняет. А уже через там 4 к 8 часу начинает пахнуть, и какой-то там остается что-то уже, что-то напоминает букет парфюмерный. Соответственно, на мой взгляд, есть очень этому простое решение, которое, на мой взгляд, вот все эти вот охи и ахи переживания по стойкости решает вот на раз. Берете любимый парфюм. Вот я сегодня, кстати, сижу. Для строгости говорим все-таки о политике. На мне Серж Лютанс, Ветивер Ориенталь. Наносите с утра. Сколько вам там? 2-3 пшика? Ну, это вот насколько у вас чувствителен нос. Кстати, чем вы больше пшикаете, тем меньше у вас чувствительность носа. Поэтому это как с сахаром. Нужно постепенно уменьшать дозу для того, чтобы начать, чтобы вкусовые рецепторы включились, вообще начали ощущать вкус. Кофе там и всех остальных продуктов, которые вы раньше ели с сахаром. То же самое и с парфюмами. Есть такой вот знаменитый эффект, который, думаю, много кому измесен. Если вы много-много лет, чем вы дольше занимаетесь промонячеством, тем меньше у вас чувствительный нос. Потому что если вы очень много своим носом вдыхаете, ощущаете, постепенно как бы теряется его гиперчувствительность, если она вообще была. И, соответственно, большинство парфюманиаков периодически, ну, это может быть волнами, но постепенно смещаются в многопшищность, в эксцессивное нанесение аромата с годами. Потому что и с возрастом, и вообще, когда вы слишком много используете разных ароматов, или одного аромата, у вас теряется чувствительность носа. Вы не чувствуете, все остальные задыхаются. Так вот, на мой взгляд, напшикались с утра, сколько вам надо. Взяли маленький отливант. Они продаются сейчас абсолютно везде. На ИБ, на Алиэкспресс, где угодно. Есть пластиковые, есть цветные, есть, ну, какие угодно, в общем. Отливаете туда, ну, не знаю, 5-10 миллилитров, кладете в сумку. И когда вот вы там посидели, прошло 2 часа, и вы так... Что-то я ничего не чувствую, еще раз, не чувствую. Берете, делаете один пшик из отливанта. Все. Вот, по-моему, вот все, проблема решена. И бутыль с собой не надо таскать. У вас там маленький, он даже в кармане может поместиться. И вы можете целый день контролировать громкость и широту аромата ровно настолько, насколько вам надо. То есть вы можете держать свой любимый аромат ровно в том состоянии концентрации и объема, который вы хотели с самого начала. Вот, на мой взгляд, это так просто. Я не понимаю, в чем проблема? В чем проблема сделать один пшик и обновить из отливанта? Объясните мне. Не вижу проблемы. Поэтому, да, для меня стойкость не должна быть меньше, чем 20 минут, ну, скажем, полчаса. Но ароматы, которые на коже, допустим, сидят 24 часа, я стараюсь обходить стороной. В крайнем случае, бывает, я пшикую одежду, потому что одежду я меняю каждый день. Ну, если одежда там пропахнет неделю, в принципе, небольшая проблема. Хотя это иногда меня, честно говоря, напрягает. Следующее. Четвертое. Сколько ароматов вы используете за день? Есть ли у вас понятие дневного или вечернего аромата? И да, и нет. Есть ароматы, которые мне в голову не придет наносить вечер. С утра, извините, с утра. Особенно в рабочую обстановку. Есть такие ароматы. Это, как вы можете представить, какие-то супер сладко-ликерно-громкие спецевые вещи. Однако нет такого аромата, который бы я не нанесла вечером. Если у меня на то будет подходящее настроение. То есть, наверное, у меня нет понятия именно дневной пригодности аромата, с исключением того, что он должен соответствовать ситуации. Утренние ситуации, по крайней мере, в моем прошлом. Сейчас я на саббатикла, я могу хоть с утра обливаться удами, чем хочу. Потому что я не хожу в офис. Но когда обычно с утра ты направляешься в своем ли транспорте, или в общественном, ты направляешься куда-то, в какое-то место, где ты будешь решать какие-то свои профессиональные задачи. И именно этот контекст, что я буду находиться с большим количеством людей, мы все очень заняты, и я не хочу, чтобы кто-то страдал, мучился, и это как-то мешало нашему рабочему процессу. Да, там я, возможно, исключу определенные ароматы, или нанесу их микро, просто одним пшиком куда-то спрятать, чтобы так, знаете, чуть-чуть, периодически так сама себе радоваться. А именно по времени нет. Сколько ароматов я могу поменять за день, как я уже сказала, я люблю акварельные ароматы, именно поэтому, что они позволяют мне часто менять ароматы. Я люблю менять ароматы, у меня всегда с собой по 5-10 отливантов, они у меня распиханы везде, и это моя система отливантов, с которой многие из вас уже познакомились по серии видео до дна, она у меня постоянно находится в ротации. То есть у меня в каждый момент времени есть где-то 5 так называемых нюдов, но это ароматы, которые входят в мою зону комфорта. Я ими могу поливаться с утра до вечера в любом настроении. Для меня это в основном очень мелко помолотые пряные специи, такие вот не слишком агрессивные, не слишком сладкие, не слишком свежие. И в последнее время это стали умеренные фужеры-шипры, такие слегка колоневые. Это из самого последнего. Но у меня всегда есть вот каждое подсемейство ароматов, у меня оно представлено в отливантах, в разных местах, во многих вариантах. У меня есть всегда какие-то рабочие ароматы, там они кожные, ветиверные, шипровые еще какие-нибудь. У меня есть сладкие какие-то гурманские тяжелые ароматы, у меня есть специи ароматы, у меня есть еще такие-такие-такие-такие-то пудровые ароматы. И все это как бы у меня где-то все распихано, и как-то оно заканчивается в какой-то момент, я стараюсь эти маленькие отливантики пустые складывать в одну коробочку, которую я вам потом показываю там где-то раз в месяц-полтора. И рассказываю о том, что закончилось. Ну, естественно, я стараюсь немножко запоминать какие-то вехи в ношении аромата, хорошо он у меня шел или плохо, когда он особенно хорошо носился. Конечно, это занимает некоторое время для того, чтобы добить даже 5 мл, в общем-то. Возвращаясь к началу вопроса, поменять аромат в заднем, следовательно, я могу... Ну вот сколько влезет, столько могу. Главное, чтобы... Хотя иногда я их и смешиваю. Ну, не знаю... Вплоть до 15, наверное, если я что-то тестирую в этот определенный момент. А так... Ну, 3, наверное, да. 3 это вот стандартно. Это когда я вспоминаю о том, что надо бы чем-то освежиться с утра, возможно, после кофебрейка или перед обедом, и после выхода с работы, ну, как-то было раньше, перед ужином. Сейчас график у меня, можно сказать, отсутствует, и все зависит от того, какое видео я собираюсь снимать. А так я могу целый день с одним ароматом проходить, могу забыть даже нанести аромат, или наоборот, протестировать их очень много за раз. Что касается парфюмированных продуктов, которые не являются парфюмами, к этому относятся гели для душа, кремы для тела, свечи, рум-спреи, мыло и так далее, и тому подобное, я думаю, многие из вас знают. Да, именно таким способом я тестирую новые ароматы, чтобы не покупать их слепую или потратить меньшее количество денег. Мне нравится очень эта система, она имеет свои огрехи, не всегда ароматы пахнут точь-в-точь. В формулировке, допустим, крема для тела, как они пахнут, как сам аромат, и я напарывалась пару раз, когда очень-очень дешевые парфюмы пахнут хуже, в формулировке парфюмированных средств для тела. И в случаях дорогих ароматов, когда крем для тела пах значительно лучше, чем сам аромат, ну, на мой взгляд, обычно любой аромат, который для меня чересчур, вот что-то в нем чересчур, но при этом что-то мне нравится, я почти всегда знаю, что если я куплю его в формулировке химической крема для тела, то вот крем для тела всегда добавляет некую молочность, кремовость любому аромату, он его смягчает, и тогда, значит, мне вот он точно подойдет. И так у меня уже, так уже было, случалось у меня не раз. Интересная, однако, деталь, что касается рум-спреев. Я, единственное место, где я распыляю ароматы в воздух, это в ванной. Я очень люблю с утра создать некое вот альфакторное ощущение, когда я принимаю душ. Это я делаю. А вообще рум-спрей, у меня есть два офигенных рум-спрея, л'Артезан парфюмер, и я ему почти не пользуюсь. Мне не нравится, когда мои комнаты пахнут чем-то специфическим, в частности, потому что, когда я тестирую парфюмы, это налагается одно на другое. Носу нужно отдыхать. Поскольку у меня очень много парфюмов, я очень много пробую, тестирую, разнашиваю, чтобы вам рассказать об этом, для меня очень необходимо, чтобы все остальное пространство было девственно чисто от каких-то посторонних запахов. Наверное, это вот, грубо говоря, профессиональное. Почему многие дизайнеры, хотя делают эклектичную, яркую, даже цветастую одежду, а сами постоянно ходят в черной рубашке или футболке. Именно, наверное, поэтому, чем больше ты работаешь с каким-то объектом, с какой-то запахами, или с цветом, с фактурой, для того, чтобы выдерживать такой большой объем, необходимы зоны свободы и абсолютного negative space, то есть пустого места, которое позволяет тебе перезагружаться и держать некий ментальный баланс и физиологический тоже. Это то, что касается парфюмированных продуктов для тела. Так, продолжаем. Дальше. Ароматное я. Мне кажется, этот концепт... Ну, вы можете со мной не согласиться, поделитесь своими мыслями, если они у вас отличаются. Я пришла к выводу, что ароматное я может существовать как концепт только у человека, у которого маленькая коллекция. Как только коллекция у вас переваливает за определенное количество флаконов, если это вообще вам свойственно, эта концепция просто теряет объективный смысл, то есть она неприлагаема просто к вам более. Вы не относитесь к парфюму как... как части себя. Вы относитесь к нему как к какому-то виду, да, искусства или домену знаний. Как вы можете выбрать, ну, не знаю, один овощ, который вам заменят все остальные. Для того, чтобы получать удовольствие от овощей, из них нужно сделать салат или рагу, ну, да, что-то в этом роде. То есть то же самое с ароматами. Если у вас коллекция маленькая, то такой концепт имеет место быть, и у меня он когда-то был, это была англомания от Vivian Westwood. Но чем больше становилась коллекция, тем менее этот концепт имел логический смысл. И сейчас его просто нет. У меня нет ароматного я, нет одного аромата, без которого бы я не смогла жить, хотя у меня есть, безусловно, и любимцы. И вам даже больше скажу. Если бы, не да и бог, конечно, я полностью потеряла бы свою парфюмерную коллекцию, я бы очень переживала хомяк внутри меня, да, и такой горлом, вот этот вот плюшкин коллекционер My Precious, да, но я в принципе не переживала бы от отсутствия парфюмов. Я бы просто переживала о потерянном, я не знаю, как это объяснить. Я, возможно, начала бы парфюмерную коллекцию с нуля, и совершенно не обязательно, что я приобрела бы все те же самые ароматы. Хотя те ароматы, которые у меня есть, мне нравятся. У меня просто нет к ним, нет-нет-нет от них зависимости такой. Моя идентичность, моя личность не зависит от тех ароматов, которые у меня есть. То же самое, как бы, наверное, можно... Давайте я сразу прямо пройдусь по этому, что касается снятости и винтажа. Винтаж это очень мутное дело. Большинство винтажных флаконов, они могут быть подделаны. Если они натуральные, то то, что внутри могло испортиться, оно могло неправильно храниться, или просто, в принципе, сам парфюм и его формулировка сделан из таких компонентов, которые недолго живут, скажем так, в своей первозданной красоте. Поэтому винтажами я не увлекаюсь. Это по случаю, если что-то мне попадется. Ну, вот у меня здесь, например, сейчас уже можно сказать, что это винтаж. Шалемар парфюмени Шиаль. Он мне нравится, но... Опять же, я вот... Нет таких парфюмов, ради которых... В случае чего, я бы вот последние бы потратила, но покупала бы их снова. Если бы все эти парфюмы перестали существовать в один миг, я бы начала пробовать просто новые парфюмы, те, которые появились с тех пор на рынке. Я не гоняю за снятостями. Единственная снятость, которую я просто так пассивно посматривала, и когда она появилась, я ее хватанула. Это был Калеш от Деликата Термес, который к оригинальному Калеш практически, на мой взгляд, не имеет отношения. Это совершенно самостоятельный парфюм. Он, на мой взгляд, не похожий. Но я его обожаю. Для меня это вот память моей двадцатки. Удивительный, волшебный, летящий цветочный аромат. И хотя у меня их много, вот такого у меня нет. То есть, когда оно попадается, я не откажусь, я возьму. Но гоняться я не буду. Я не верю в том, что такие парфюмы, которые делали когда-то, никогда не сделают. Сейчас современная химия идет такими семимильными шагами вперед, что, на мой взгляд, новое поколение парфюмов, оно все лучше и лучше и лучше. А если мы там не будем истреблять целые виды животных, чтобы получить какой-то определенный вид, не знаю, их экскрементов, или не истребим все дикие мхи, чтобы получить вот тот самый запах дубового мха, но при этом нужно будет избавиться от реального мха в мире, как бы, на мой взгляд, оно того не стоит. Я, кстати, не слышала эту точку зрения, чтобы кто-то ее произносил, поэтому, наверное, я в меньшинстве. Я не считаю, что запреты на какие-то ингредиенты, если они обоснованы экологическими причинами, токсикологическими причинами, или жестоким обращением с животными, или истребрением животных или каких-то видов растений, на мой взгляд, эти парфюмы просто не стоят того. Вот не стоят. Как бы, как я уже сказала, какой бы это ни был волшебный запах мха, который вот прям вот так передает дубовый мох, истреблять, собственно, мох настоящий, ради того, чтобы произвести 50 бутылей парфюма, которые пахнут пхом, на мой взгляд, это просто вот, это какой-то постмодернистский идиотизм. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к переформировкам. Главное, чтобы парфюм был хороший. Понимаете? Есть бренды, которые могут делать хорошие парфюмы, а есть, которые и нет. А дальше уже как в том анекдоте про танцора. Что касается женской слэш-мужской парфюмерии, я думаю, вы можете уже просто по глазам у меня прочитать, что это как бы, ну, бред несосветный. Я не считаю, что я должна слушать маркетологов. Эти люди зарабатывают деньги. Они ничего не понимают, чаще не знают ни в истории парфюмерии, ни в чем. То, что роза, это один из самых мужественных, одна из самых мужественных нот в исторический, как бы, да, знаем только ты, да я, да Пушкин. А в современном, после современного вот этого вот вкалачима в мозге людей маркетинга, как бы сами мужчины, там, слушают какой-то гурманский аромат, пробуют и говорят, ой, не, ну это женский, это сладкий. Это все наносное, это все абсолютно высосано из пальца. Нет мужских и женских ароматов, как правильно говорил Серж Лютанс, а вы какую себе берете салат, женский или мужской, когда в ресторане сидите? Нет женственной петрушки или, не знаю, мужественного укропа. Это запахи, это просто запахи. Другое дело, что именно вследствие такого агрессивного зомбирования маркетингового вот этими гендерными различиями парфюмерии, те парфюмы, которые как бы заявлены как мужские, они в целом гораздо, это гораздо уже спектр, они больше друг на друга похожи и они отличаются крикливостью. Поэтому там надо выбирать. У меня есть несколько мужских парфюмов, которыми я пользуюсь, которые маркетируются для мужчин, но мне эти запахи нравятся, я их ношу сама. Тот же самый ветивер ориентальный, ну какой он мужской, не женский, это специевый ветивер, вот и все. Нравится? Носите. Ну, а то, что я считаю по поводу там парфюмов по году рождения, для блондинок, для брюнеток и по гороскопу, вы знаете, кроме нецензурного я вообще ничего не могу сказать, поэтому я даже останавливаться на этой ереси не буду и без общения. Дальше. Мое отношение к подделкам. Нет, нет, это вот то же самое, как вот в 90-й на черкизовском рынке поехать купить дешевую футболку с пластиковыми стразами, на которой написано Гачи, и с ней ходить на всю грудь. Очевидные подделки? Нет, я не буду. Я лучше куплю более дешевую парфюмерию, но более доступную по цене, там, брака, рейвен, там, ну не знаю, на что были деньги в свое время, но я не буду покупать, очевидно, поддельный манталь или там амуаж. Что касается, есть там другие виды подделок, есть номерная парфюмерия типа а-ля аналоги тоже, я не доверяю этим разливайкам в подвалах, и, честно говоря, мне это неинтересно. Мне интересно изучать парфюмерию, мир парфюмерии. Кто сделал парфюм, как, на чем он основан, что за история, ингредиенты. Мне интересно, как бы, настоящий мир парфюмерии, а не социальный статус, что вот и я тоже могу пахнуть, как, не знаю, парфюм с Демарли Делина, хотя денег на Делину у меня нет. На мой взгляд, это унизительно, играть в эти игры, получается, то есть, как бы, ты должен доказать, что ты не тварь, дрожащая оправа имеешь, понимаете? А для меня парфюм это совсем не то, это не статусный символ, это личностное переживание, это некая эмоция. Поэтому, если нет денег на определенную марку, ну я ее просто не покупаю. Ну, так, мы об этом еще поговорим. Есть еще подделки в стиле арабские, там какие-нибудь, я не знаю, там вот эти, Swiss Arabian, Jenny Glow, ну бог знает что. Ну, в общем, такая масс-маркет, где они, как бы, даже с другими названиями, но как бы понятно, с кого слезали. Кстати, от Art Collection многие за это ругают, но мне кажется, от Art Collection как-то поинтереснее, поинтеллигентнее это делает, то есть это скорее по мотивам, нежели вот именно такая вот подделочка, но там с другим именем, и внизу подписано, типа, типа, похож на... Ну, не знаю, по крайней мере, так кажется. То, что я пробовала от Art Collection, ну, как-то вот, оно хорошо сделано, по крайней мере. А вот эти вот дешевые подделки, опять же, мне это неинтересно. Мне неинтересно ходить с гачи, да, из пластиковых кристаллов на всю грудь. Мне, либо, если у меня есть возможность попробовать какое-то креативное произведение определенного бренда, я это сделаю. Если это не в моем бюджете, ну, как бы, парфюмерных домов, вагоны, маленькая тележка, ничего не потеряю. И так же у меня было всегда, допустим, и с лаками, когда вошли в моду какие-то гипердрагира, лаки по 50 долларов. Я их как не покупала, не покупая, как обанкротились эти бренды с тех пор. Никто про них и не вспоминает. Вы понимаете, вот, невелика потеря. Как какое-то время с макияжем тоже было, с декоративной косметикой. Как у вас нет палетки Naked? У меня никогда не было палеток Naked от Urban Decay. И я прекрасно себя чувствовала все эти годы. Как у меня не было, вот, большинства вот этих расхайпованных, каких-то супердорогих предметов для личной, там, гигиены, ухода, там, еще чего-то. И я не переживаю по этому поводу. Да, есть определенные парфюмы, которые мне недоступны. Есть, которые мне доступны, но я просто не хочу тратить эти деньги. И я к этому совершенно нормально отношусь. В общем, я за покупку оригинальной парфюмерии. Той, которая входит в ваш бюджет. Если это не в вашем бюджете, ну, и фиг бы с ним. Ну, честное слово, в крайнем случае можно купить от Levante. И я вам честно скажу, от Levante, там, 8-10 мл, вам хватит вот так. Чтобы, знаете, вот и полюбить, и пожениться, и завести детей, отправить их в колледж и развести, и снова полюбить. Вот реально, 10 мл почти любого парфюма вам хватит на то, чтобы всю эту историю любви с ароматом прожить. И, в общем-то, уже и вы будете готовы направляться дальше. Ну, вот мы добрались и до животрепещущего вопроса, который почему-то особенно всем интересен. Вопрос цены. Вы знаете, я по всем практически статьям вещей, в целом, я очень уверенно нахожусь в middle market. И то, что касается одежды, всего. В общем, всего, кроме разве что, ну, может быть, машин. Да нет, даже и машин, но я тоже в middle market вполне бы себе купила. Я не лухари пациент, именно потому, что чаще всего вот там идет именно развод на неуверенность в себе. То есть, если как бы купишь, ты будешь уважаемый человек. А не купишь, или там нет у тебя денег, или не готов ты их потратить, то ты, значит, говно собачье. И меня такой расклад, в общем-то, мягко говоря, удивляет и, в общем-то, подбешивает. То есть, я как... Еще рано, еще когда я только взрослела, когда в России был бум всего, открывались бутики, да, там начало 2000-х людей, только появились деньги. Это было очень очевидно. Сейчас более красиво обернуты в слова и немножко так поцивильнее прикрыто. А вот, когда это все начиналось, эта вся начинка, она была вина. Она вся та же самая осталась, просто в начале такого капитализма, да, в странах СНГ. Это было очень видно. Вот эти рекламы, где ставка шла на элитные, там, не знаю, бачки для унитазы, эксклюзивные, не знаю, плинтус и так далее и тому подобное. То есть, вот, то, что заставляло Люсей тратить деньги, это не, даже, не обязательно качество выделки чего-то, а именно статусность, что это их делало как бы, должно было их сделать, ну, какими-то более привлекательными или более, вот тоже солидно, слово солидные. Для меня все это отдает очень нафталином и таким разводом лохов, как в том анекдоте. Чувак, ну, типа, ты что, за углом на 50 тысяч дороже продает, вот ты лох, купил слишком дешево. У меня на это все такая серьезная аллергия, поэтому я, опять же, я всю жизнь занималась какими-то точными науками, поэтому для меня сам этот концепт, что есть некая кривая, где есть оптимальная цена-качество, она вот куда ни плюнь, куда ни посмотри, везде имеет место быть. Какое-то вот такое вот равновесие, да, какая-то точка, после которой что-то слишком дорого или до которой слишком дешево для того, чтобы быть оптимальным по цене и качеству. Что касается парфюмерии, соответственно, эту кривую я определила, ну, как, ну, самый-самый дешевый парфюм я просто ради прикола могу купить, но, в принципе, хорошие парфюмы можно купить от цены 25 долларов до, ну, скажем, 80. Все, что вне этих ценовых категорий, то, ну, то, что дороже, на мой взгляд, там уже, ну, просто, ну, можно деньги сжигать, например, да, лучше, мне кажется, в таком случае их отдать, там, не знаю, неимущим, больным, детям, еще там кому-то. Как-то это, в этом будет больше смысла. А то, что дешевле, очень редко попадаются парфюмы, которые стоят дешевле 25 долларов, которые, ну, действительно классные. Есть неплохие, есть прикольные, но по-настоящему глубоких, интересных, классных, многомерных таких про скрытию ароматов в зоне меньше 25 долларов очень мало. Тем не менее, как бы, я часто вам рекомендую бюджетные ароматы, потому что не всегда хочется что-то сложное, многомерное и очень-очень такое заковыристое, и для этого бюджетный масс-маркет, они как раз прекрасно подходят. Да, есть, я делала исключения в своей коллекции, есть у меня парфюмы, за которые я заплатила больше 100 долларов, но никогда я не платила больше 150, вот это точно, и не собираюсь. Ну, вот в тот момент мне просто, как бы, наплевать становится, соответственно, как бы я не любила все, там, ароматы от Фредерика Маля и, там, и так далее, и подобное, от Фредерика Маля у меня было несколько отливантов, этого мне, в общем-то, хватило за глаза. Если мне понадобится еще, я еще куплю. Я человек разнообразия. Вот если парфюм попадает вот в эти рамки, да, и у меня еще там чем-то дополнительно интересен, я предпочитаю, осознанно предпочитаю купить два флакона, чем один. Я не считаю, что один будет лучше, чем два. Как бы, это, 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 так математика не работает в альфакторном мире. Если вам нравится разнообразие, разнообразие имеет премиум цену, да, то, что у вас есть options, у вас есть выбор, нежели, там, носить одни брюки с одной сумкой и с одним ароматом. Это не то же самое, и, как говорится, умножить цену на два не означает в два раза лучше качество. Поэтому для меня очень важно разнообразие при неком минимальном уровне качества выделки и вилке этой вот цены, которую я вам назвала. То есть я практически, я очень редко, очень редко покупаю парфюмы, которые бы стоили дороже 80 долларов. Нишу в основном я покупаю, ну, если за 40 долларов нашла, это, конечно, офигенно, повезло. Ну, вот где-то за 50-60, иногда за 70 долларов я покупаю какой-то нишевой флакон. Пару раз я делала какие-то катастрофические, взбрыкивала копытом и покупала, там, по-моему, один домфорт я купила за 110, я купила мема, сколько это было за 120, и, по-моему, один лартизан-прафюмер я тоже, там, за 100 с лишним покупала, но это тоже, что это было, мы никогда не, историки так и не нашли причины, не найдут, что произошло в моей голове. И я об этом жалею, серьезно жалею, потому что оно, ну, не стоит оно того. Есть слишком много хороших вариантов и интересных в этом ценовом диапазоне для того, чтобы потратить последние кровные на вот эти сверх лухари, чтобы потом себя успокаивать, зато я солидная женщина. Ну, на мой взгляд, это просто вот как унижать себя, но это мое мнение. Отношение к новинкам, бестселлерам и фланкерам уже любимых ароматов. Давайте начнем с самого простого, фланкеры любимых ароматов с умеренным любопытством я к этому отношусь. Чаще покупаю по случаю, если они где-то вываливаются неожиданно на сверхъестественные скидки, какой-то очень хорошей. То есть, это скорее из жадности я их могу взять. Сознательно скорее нет. Мне кажется, что лучше попробовать новый бренд, лучше попробовать новый аромат, чем собирать, допустим, как я, как-то у меня так получилось случайно, или не очень, не знаю, все фланкеры каких-нибудь там нарциссов, родригесов. У меня их уже там энное количество, и как бы хоть я их все люблю, ну, зачем мне столько, мне не совершенно непонятно. И в какой-то момент, я не знаю, возможно, я смогу тебя уговорить и устроить некое разбрахление. Хотя, вот сейчас рука не поднимается, потому что они все хорошие, и мне не все нравятся, ну, зачем мне столько? Вот. Что касается новинок, очень прохладно отношусь я к новинкам, и это вообще, да, это, наверное, мое вот это вот, да, мой rebellion, мой, мой внутренний, моя внутренняя борьба с юмеризмом. Я не смотрю видео о новинках, я не смотрю там самые первые ревью, там, кто первый выложит того или этого. И весьма скептически отношусь к новинкам, я не люблю покупать вещи while they're hot, то есть, когда они на самом хайпе. Это скорее меня заставит еще дальше отойти от покупки, и вообще ее заморозить или отменить, нежели приобрести какой-то флакон. Однако, если это какая-то пиар-рассылка или это, там, не знаю, если вдруг Histoire de Parfums мне написали, что Маша, ну, прям очень хотим, чтобы вы обозрели наш новый аромат. Нет, ну, это другое дело. А вот сама гоняться, бегать по всем магазинам, искать, где появится этот новый тестер, этот флакон, нет, нет, у меня как-то другие интересы, что ли, ну, не знаю. Есть вещи, которые мне интересны больше в жизни вообще, чем загружать в свой мозг все эти артикулы того, что выпускаются каждый день и каждую неделю. На мой взгляд, это потеря времени. Пусть они отстоятся, пусть там, пусть те, для кого это увлекательно, сделают свою работу. Я почитаю отзывы, посмотрю, на что это похоже. Если это мне попадется как-то по дороге, да, то почему бы нет? Но специально я не слежу за новинками и не люблю, и не смотрю. И, в общем, на мой взгляд, это чистой воды консюмеризм, такая вот некая шоппинговая обсессия. Как бы мне за это деньги не платили, если бы мне за это платили, то, ну, окей, это была моя работа. Но свое личное время на это тратить, нет. Бестселлеры. Как я вам уже сказала, у меня какая-то странная аллергия на бестселлеры. Если какой-то аромат бестселлера, мне априори не нравится. Я не носила тот же, допустим, вспомнить розовый Narcisse Rodriguez много лет, пока он не вышел из моды. И я вот купила его себе буквально, что там, год назад, если не меньше. Именно потому, что о нем, наконец-то, все забыли. И это мне позволило, наконец-то, с таким уже непредвзятым, открытыми глазами, познакомиться с ним самой. Я терпеть не могу одеваться, как все, пахнуть, как все. У меня вот на это все аллергия. Поэтому, да, даже если духи великолепные, как, допустим, вот эти и многие другие, но они у всех на слуху, и они мега популярны, и меня там не будет за 100 километров. Что касается противоречивых ароматов, что-нибудь в стиле Baccaro Rouge, ну, иногда, когда тебе все изжужжат во все уши, да, думаешь, господи, да что ж там такое. Я Baccaro Rouge тестировала несколько раз, и каждый раз оставалось при мнении, что это действительно неординарный парфюм, в плане того, что он и приятен, и отвратителен одновременно. Но секрет его притягательности для масс для меня остается загадкой, если честно. То есть он не настолько красив, та часть, которая его пахнет, там, этими сахарными петушками, или чем-то, там, сладким сахаром. Это не самые-самые классные петушки, которые вообще есть в мире, это не самый сахарный сахар. А то, что там вот это вот воняет с какими-то медицинскими бинтами, йодом, еще чем-то, я это тоже чувствую. И поскольку эти духи очень стокие, от этого не скрыться никуда нельзя. У меня был блотер, который лежал в рюкзаке, и я потом стирала рюкзак, потому что воняло просто вообще жесть. И я вот эти обе волны как бы чувствую, и приятную, и неприятную. И это интересно, это могло бы быть такой интересный нишевой аромат, что-то типа Etat Libre d'Oran. Ну, каким образом он вошел в такой мейнстрим, что им пахнут, не знаю, кассирши в пятерочке, да, у которых, по идее, не знаю, полугодовая зарплата, наверное, это будет стоить. Для меня это загадка, но это, в принципе, интересно. Но сама я бестселлеры не ношу, я могу только этим интересоваться с точки зрения каких-то культурологических, социальных или исторических. С таких вот подходов. Покупки вслепую, разочарование, разбрахление. Да, да, да. Но покупки вслепую почти всегда. Это большинство моих покупок, потому что, как я вам уже сказала, раньше у меня просто до этого не было времени, сейчас у меня нет никакого желания, но все-таки у нас коронавирус. Возможно бы я чаще заглядывала в какие-то магазины и посматривала, что там есть, и, может быть, тогда более осознанно что-то искала. Но на самом деле, если быть совершенно с собой честной, мои покупки чаще обоснованы моим интересом к определенным нотам, моему доверию к бренду и ценой. Уже который год я делаю бесконечные листы хотелок и ничего из них не покупаю из опробованного. Потому что эти парфюмы не появляются на скидках. А вот если какой-то парфюм, допустим, ну та же Зизония, вот она у меня здесь, от Пин Халлиганс. Я никогда не пробовала этот парфюм, мало что я о нем знала, но меня заинтересовали ноты. Я сейчас очень люблю шипры и фужеры, а это такой флоральный шипр, он как раз вот прям такая вот баланс. Он не уходит такой в мужской а-ля тройной одеколон, но он и не сильно такой примитивно-цветочный. Он как раз где-то между шиприком и цветочным ароматом. Я вот прочитала ноты понравились, я безгранично доверяю этому бренду Пин Халлиганс. И я нашла его там за 45 долларов. Вот, собственно, вот так. И чаще всего я сначала вижу аромат за 45 долларов, потом начинаю смотреть, надо мне это или нет. А не наоборот. Очень мало этому исключений, поэтому многие покупки у меня происходят таким образом вслепую, и они даже редко коррелируют с хотелками, честно вам скажу. Но меня это устраивает. Конечно же, это приводит к разочарованиям. Второй пункт. Разочарование у меня бывает, я к этому готова. Как бы я взрослый человек, я несу ответственность за свои действия. Я примерно понимаю, к чему может привести слепая покупка. Покупка вслепую. Поэтому, если мне не нравится аромат, то я обычно стараюсь его продать или разбить на отливанты, если там есть нужда у людей. Раньше отливанты как-то более-менее хорошо шли, сейчас, честно говоря, как-то я взгрустнула, потому что, ну, во-первых, очень много отливанточных сервисов на eBay, там зайдите, там их миллион. И это уже, как бы, это такая морока с этими отливантами, с посылками, со всеми делами, что, честно говоря, суета не стоит денег, учитывая, что как бы соревнования по ценам достаточно жесткие. И плюс к тому, и eBay, и Mercari, по-моему, там все уже запретили продажу отливантов, потому что, опять же, много подделок, много мочи наливают, многие покупатели тоже параноики и тоже скамеры в том числе. В общем, там недовольны и все, и продавцы отливантов, и их покупатели, поэтому многие платформы запрещают их продажу, к сожалению. Хотя мне, конечно, было бы очень-очень-очень к случаю, то есть мне это было бы очень подсобно, если бы я могла делиться с вами какими-то, ну, распивать, грубо говоря, какие-то бутылки. Ну, например, мой любимейший из Туа-де-Парфам 1828, 220 мл. Ну, как при коллекции, сейчас уже она за 200 бутылей, да, превышает, ну, куда? Но я его люблю, продавать целую бутылку я не хочу. Вот, если была бы возможность распивать, вот было бы классно, но что-то пока как-то очень все это вяло, и меня это сильно-сильно расстраивает. Массивные разбрахления? Нет, не устраиваю. Я иногда делаю видео, да, о ароматах, которые меня расчаровали, или там, видео разбрахления, но вся эта информация у меня копится постепенно, и я чаще всего выставляю парфюмы на продажу, или там куда-то их пристраиваю на обмен, дарю еще как-то один за одним. Собственно, по мере осознания моего к нему, к этому аромату отношения. И последние два вопроса, мы уже почти в самый финишный прямой. Коллекционирование. Мне собирательство вообще не свойственно, именно поэтому мне тяжело было выбирать, если кто-то из вас не видел, наш коллективный тег самых пять любимых парфюмерных домов. Три я определила сразу, последние два там была, в общем, кровавая битва десяти разных парфюмерных домов за эти последние два места в топовой пятерке. Потому что у меня нет такой вот, никогда не было, я не собирала марки, у меня нет такой привязанности к какому-то бренду, чтобы я все собирала, вот чтобы было. Я понимаю, что там одинаковые бутылочки, там те же, допустим, артизаны, которых у меня, наверное, больше всего, они как бы клево выглядят, когда я их себе поставить рядом. Но они мне не стоят рядом, у меня ароматы рассерсированы плюс-минус по настроению, слэш по нотам. И поскольку это все просто там в каком-то темном углу стоит, мне совершенно все равно, как они вместе выглядят, когда они стоят. Я же не ставлю их на подоконник. Да, собирательство, коллекционирование одного бренда, одной линейки, мне это никогда не было свойственно, и со мной такое бывает очень-очень редко. Чаще, если это и происходит, это потому, что я увидела на какую-то нереально классную цену, на, может быть, на какой-то фланкер, ну, что-то в этом роде. Есть бренды, которые мне тем не менее интересно пробовать многое, но это не, как вы понимаете, это не собирать. Я не создаю коллекцию, мне просто хочется попробовать. Если мне не подошло, я готова с этим достаточно быстро расстаться. Ну и последний пункт моего законодательства в моем парфюмерном государстве, это то, что касается процент ниши, бюджет, люкс. Вы знаете, это очень сложно. Я не делаю точных подсчетов, но у меня такое ощущение, что у меня вот примерно 33-33-33. Самая частая, самая частая категория, которая уходит от меня, это люкс. Бюджетный аромат, их, во-первых, не пристроишь, особенно. Их можно чаще всего, плюс-минус, можно выпшикать. Как рум-спрей в ванную я это использую. Или там на белье, или так-сяк, или там просто как дневной спрей для тела. Нишу можно перепродать. По крайней мере, попытаться. Не всегда. Не всегда это удается. Но тем не менее. А вот люкс, это вот то самое. Почти у каждого человека найдется какая-нибудь там стандартная новодел самсара. И как бы, чтобы ее продать, ее придется продавать, ну прям сильно задешево. Ну я ее не собираюсь продавать. У меня, допустим, инсалент есть, новодел. И он мне совершенно, мне как ни старый не нравился, ни новый. Не моя это вообще тема, вот эти фиалки. Ну вот куда его деть? То есть продавать его за 15 долларов, ну это как бы, ну, может уже лучше подарить тогда кому-нибудь, кого знаешь, чем уж так совсем-то. Вот люкс у меня больше всего массово уходит, приходит и уходит. С нишей, мне кажется, не так все плохо. В плане именно ее ротации. Да, но мне кажется, плюс-минус у меня 30-30-30. У меня нет никаких суперконцептов. Такой, знаете, вот такой вот мысли, что только ниша или только люкс, или только бюджетное что-то. Периодически меня порывает завязать с покупкой бюджетных ароматов, потому что там, если ты ошибся, ты потом с канистрой остаешься в 200 миллилитров. Да, что делать с ней не знаешь. Это может быть. Но с другой стороны, я уже как бы привыкла, я себя прощаю, думаю, ну, выкину. Ну и ладно, подумаешь. Потому что для меня, по крайней мере, я чаще разочаровываюсь в дешевых ароматах, нежели в нише, которую я, наверное, просто чем дороже цена, тем дольше я копаюсь и пытаюсь представить и понять, чем же это будет пахнуть. Не знаю. Или, может быть, потому что ниша лучше перепродается. В общем, не знаю. Но в целом, периодически я порываюсь ограничить дешевые парфюмы и как-то умерить свой пыл в этом плане. И они не так, они чтобы очень носятся тоже. То есть они это-то, о, прикольно. И он потом стоит. Вот так бывает часто с дешевыми парфюмами. Типа, о, клево, слушайте, и не хуже люкса. Но, тем не менее, рука тянется к чему-нибудь, знаете, что показать. Ну, вот к такому люксу может тянуться рука или к такой вот нише. А что-то дешевенькое стоит и простаивает. Такое бывает. Но, с другой стороны, очень хорошие всегда и полезные, получается, подборки, если вам есть чем сравнить, да, по уровням стоимости. Поэтому в каком-то смысле я так говорю, ну, для блога. Для блога, для сравнения. Вот такая вот моя парфюмерная политика. Ребята, жду, жду ваших комментариев. Расскажите теперь вы мне, какая у вас парфюмерная политика пользуется, если вы отливантами. Что вы думаете про дневные и вечерние. В общем, все-все-все, рассказывайте. Если у вас есть свой собственный канал, то я вас тегаю. Снимите свою версию тега «Парфюмерная политика». Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всем хорошего дня. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok